ребята всем привет очередной ролик вести с полей нет какого-то конкретного узла здесь не будет в этом ролике помимо того что как мы устанавливаем силовую планку на карнизном свесе и загибаем капельник медный вот все связано с тем что нет времени снимать нет времени снимать потому что нас четыре человека каждый по два человека разбились и мы каждый занимается своим делом вот и времени снимать реально нету потому что сейчас короткий день получается потому что темнеет уже темно уже фактически в пять часов вот под работать под прожекторами и тем более делать шашку какие-то узлы все равно ну неудобно и не видно вот кто-то может так работает ставят прожектора но нам здесь неудобно так работать поэтому вас рабочий день с 9 до практически 5 до пол шестого и снимать нету времени потому что остальное все время мы работаем 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 вот сейчас вы увидите с нету на телефон как мы ставим силовую планку и как в нем капельник карнизный во всяком случае узел карнизный в основном он одинаковый вот и на канале есть ролики карнизного свеса там желоба все это есть вы можете просто перейти во вкладку видео и найти нужные вам видео и посмотреть она в основном везде у нас одинаково делается а вот дальше что сейчас посмотрите это видео как мы сняты на телефон карнизный силовую планку из нержавейкой и капельник да и я сейчас пойду еще сниму покажу ну что мы сделали и дальше подведем так и перед тем как поставить силовую планку вот мы намазываем полиуретановый клей или герметик чтобы планка вместе с обрешеткой вместе с крюком склеились это даст дополнительную мощность этому узлу вот как и так так вот мы поставили силовую планку сейчас пойдем гнуть карнизный капельник сюда вот как и говорил возле каждого костыля у нас еще дополнительные саморезы которые держат так везде плюс полиуретановый клей так вот это смотрится все и сейчас пойдем нагнем карнизный капельник и будем ставить его изготовление карнизной планки в главной роли алексей в одно лицо немножко помогу придержу а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, ребята, мы подошли к скату, где, скажем так, просто, да? Не то, что просто, а с точки зрения других скатов, самые простые. Ну, вы сейчас увидите все. Значит, после того, как вы увидели, как мы загибаем вот этот вот карнизный капельник, я, как сказал, есть на канале, как он одевается, он цепляется за силовую планку здесь вот внизу, вот. И этот поднимается сюда. Далее, после этого мы, я надеюсь, вот этот скат будет у нас последний, с окнами, да? Здесь постараюсь поснимать. Но, опять же, не обещаю, потому что не знаю, какой ритм работы будет. Вот. Потом мы, как одели капельник, высчитываем, сколько у нас будет шашек. Когда мы высчитали, и мы хотели сделать так, чтобы кверху туда приходило в полшашки. Вот, чтобы не маленький кусочек вот такой приходил, а вот именно в полшашки. Когда мы высчитали, вот эта вот планка, которая задергивается на капельник, карнизный, у нас получается, что здесь вышел где-то, ну, в 12-13 сантиметров. Вот. Соответственно, ставим, сцепляем ее за карнизный капельник. Вот. И потом, после этого, мы начинаем рисовать линии. Горизонтальные и вертикальные. Мы здесь рисовали через шашку. Ну, то есть, горизонтальные каждую линию рисовали, а вертикальные через шашку рисовали. Это делать надо обязательно. Ну, с моей точки зрения, потому что... Камеру-ка я верну. Потому что, ну, очень легко ошибиться с тем, что, допустим, если вы сделали одну линию, там, да, и пошли там набирать шашку, то возможно, даже невозможно, наверное, скорее всего, будет. Вот. У вас шашка уходить. И к тем местам, наверху, у вас может подойти по-разному. Вот. И вам придется потом, чтобы это все, ну, исправить. Либо вы как-то вытягиваете шашками это все, либо, ну, все разбирать и все-таки опять рисовать эти все линии. Поэтому, ребят, рисуйте, чтобы не ошибиться, это недолго дорисовать эти все линии. Вот. И мы, получается, после этого, когда нарисовали все, начинаем просто собирать шашку. Мы сюда заказывали 100 квадратов шашки, уже готовы, чтобы сэкономить время. Вот. И остальную, которую шашку, мы будем уже, ну, не хватать. Мы будем сами уже делать. Я обещаю, что я вам сниму, как изготовление шашки. Возможно, такую шашку сниму, и объемную шашку сниму, как она вычерчивается, как гнется, на чем гнется. Вот. Это я вам сниму. Это недолго, в принципе. Далее. Почему у нас долго еще такой момент? Каждая примыкающая шашка к хребту у нас сделается отдельно. То есть, вот шашка пришла прямая, замеряем шашку, идем и гнем ее. Каждую шашку примыкающую мы гнем индивидуально, понимаете? То есть, можно как бы там, типа, как многие делают, набрали-набрали шашек, вот, отчертили и загнули, вот. Мы же каждую примыкающую шашку к хребту, вон там примыкающую, каждую вымеряем и гнем индивидуально. Вот. Поэтому это, ну, долго. Это очень долго. Но, на мой взгляд, лучше. Вот. Пойдемте дальше. Там вот, увидели, брусок стоит. Потом мы ставим сюда конечек. Ну, с каждого хребта у нас брусок стоит здесь. Вот. Потом ставится, выгибается такая, ну, медная планка и задергивается, чтобы здесь края были жесткие. Вот. Здесь, внизу, не знаю, снимется, не снимется, там темно. Задавали уже вопрос, как здесь. Здесь, вот, если элемент согнуть, то вот здесь получается разрез. Да? Здесь разрез, здесь мы делали разрез, не конвертом. Но потом, чем преимущество вообще пайки, что можно эти углы спаять. Вот. И мы эти углы, соответственно, паяли. Вот. Как-то вот так вот. И потом уже ставили сюда с нержавейки, нержавейки и силовую планку. И уже потом конечек вот этот одевали. Там наверху у нас еще есть выступы. Вот. Те шашки, которые есть угловые, внутренние угловые, вон там вот наверху, мы их тоже паяли, каждую шашечку, ну, разрезы. И делали. Далее. Яндова. Тоже. Каждая шашка, которая примыкается к яндове, тоже делались индивидуально. То есть, еще есть, можно заметить, у каждой вот шашечки есть, видно, объемчик. Связанный с тем, что когда шашка вот подходит сюда, здесь шашка, здесь шашка, здесь получается утолщение. Вот. И чтобы это было строго, здесь вот, как бы, конусом, где-то, ну, 12 миллиметров. Вот где как, да? Потому что, опять же, повторюсь, каждый делается индивидуальный. Где, допустим, вот здесь, видно, поменьше, надо было в объеме сделать. Вот здесь побольше. И вот, каждую шашечку, примыкающую к яндове, к рептам, делается, я уже, раз десять сказал, индивидуально. поэтому, все это не быстро делается. Далее, пойдемте, посмотрим. Здесь такой же конечек. Вот здесь вы видели ролик про воронку, которую я делал здесь. Вот. И здесь вот у нас начинаются окна. здесь вот элементы пять штук. У нас получается делается задерг. Я здесь вставлю, наверное, картинку с книги Ласла. Вот. Но, в отличие от картинки с книги, там сверху делается спайка картина. То мы здесь будем, делали, вернее, не будем, а делали сверху, где более пологий начинается скат, делали бантовую складку. Надеюсь, я вам это покажу, как она делается, если будет время. Вот. И потом сюда будем радиусные картины делать. Сейчас я зайду сюда и покажу, на чем мы будем делать радиусные картины. А пока пройдемся. Опять же, опять же, вот, опять примыкание и опять каждая же шашечка делается индивидуально здесь. Вот так вот. Пойдемте дальше. Здесь положили доски, чтобы мало ли что упадет, не пробило желоб. И состраховка. Здесь небольшой бардак, но все уберется, соответственно. Идем далее. Столько окон, столько примыканий. Теперь, наверное, понятно вам, почему у нас получается все не так быстро. А, ну, труба еще пропустила. Сделана юбка, обшит уже перед картинами. Верхняя крыша будет у нас асфальтовая. Вот. И все друг к другу завязано. Идем дальше. Идем дальше, снимаем. Здесь у нас вот есть сетка стоит. Здесь на окнах потом еще будет обшиваться фанерой по кругу. Вот. Ставится сюда отлив. А вот на фанеру еще люди не сделали, и мы не можем закончить окна. Поэтому мы идем и что есть, то делаем. То есть не можем сделать все идти подряд и все сразу заканчивать. Все друг к другу привязывается. Вот как-то так вот. И вот мы сюда перешли. Сейчас вот здесь делается карниз лобовая. Да, дальше уже не пойду, просто покажу, что нас здесь ждет. Здесь тоже должны фанеры обшить. Ну вот мы сейчас идем по кругу и делаем дальше. Все не так быстро, как хотелось, скажем так. Вот. Вот тот скат, который останется четвертый. Надеюсь, там получится у меня снимать более подробно вам все. Леса вот такие это уставляется. То есть привязывается здесь к стойке. Видите, да? Вот. И наверху делаются бруски, они стоят. и на уголки цепляем, обкладываем доски, чтобы монтировать шашку, потому что по шашке здесь никак не походишь. Да и не нужно. А вот. Ну и пойдемте, покажу, что у нас там как в цеху. Не в цеху, а маленький мини-цех, который находится у нас внутри. Итак, ребят, вот мы вчера занимались тем, что собрали кондуктор, подарочное окно, которое у нас вот везде есть, да? Здесь мы будем задавать радиус картинам вот этим вот шринкером. Мы его уже опробовали. Вот он. Радиус, какой загибает. Нормально. Все растягивает металл. Надеюсь, мне здесь проще. Можно камеру поставить и снимать, как мы это будем делать. Вот. Получается, как я сказал ранее, каждую шашку вымеряем, приходим сюда и здесь вымеряем и гнем. Если посмотреть, наверное, вот смотрите, видите, вот они все записи по каждой там шашки, которые, вот все исписано. Вот каждый элемент, каждый элемент тут зарисованный, это каждая вот шашечка, которая примыкает. Вот. Здесь вот можно посмотреть то же самое в этом блокноте. вот видите, каждая шашечка все исписано. Видите, вот оно. Все шашки они вымерялись отдельно. вот. И сегодня мы будем делать уже первые картины, растягивать, пробовать. Ну, снимать опять же не получится, наверное. Сниму, когда мы уже здесь все отработаем, эти все арки. Вот. И здесь уже на этом скателе, когда будем на четвертом, чтобы не было такого, что там ой, здесь не получилось, что-нибудь еще. Вот. Уже когда руку набьем, мы уже покажем, как это все делается. Надеюсь, получится показать. Вот. Как-то так вот. Итак, ребята, вот прошлись и посмотрели, что мы сделали за полтора месяца. Ну, точно сказать, мы начали здесь 21 сентября вот работать и сегодня у нас 7 ноября. И вот практически, можно сказать, полтора месяца, что мы сделали. Хотелось бы, конечно, все это сделать быстрее. Мы думали, что у нас мы сделаем здесь весь объект за два с половиной месяца максимум. На самом деле, хорошо бы успеть до Нового года все сделать. Тем более, что сейчас короткий день. вот, скоро начнет светать в 10 и уже темно будет в 4. Вот, поэтому каждый, ну, час, каждый полчаса, каждую, там, минуту мы работаем и, ну, некогда снимать. Некогда снимать, надо работать. Сегодня и то я приехал просто пораньше, чтобы вот этот видео снять. Вот. Как-то вот так вот. что еще могу сказать? Если вы увидели вопросов, допустим, по поводу мембраны, там еще мембраны не закрыты, на вот эти скаты, два ската, потому что плотники буквально два-три назад закончили исправлять маленькие ошибки по обрешетке. Вот. И на днях мы все это застелим уже мембраны отразделительным слоем. И будем делать. То есть сейчас мы сегодня мы будем делать арочные картины. Вот. И как сказал чуть выше, что когда-то четвертый скат у нас останется, то я там постараюсь. Даже, возможно, просто камеру поставлю вот здесь в цеху и на улице, чтобы там в таймлапсе снимал или как-то еще. Но постараюсь. Не обещаю, но постараюсь. Потому что опять же сказал, что у нас времени нет. Как-то вот так вот. Всем пока, всем счастливо. Мы идем работать.